Приветствую вас на игровом канале, с вами Алексей Унжек Розилав и сегодня мы посмотрим такую игрушку как Warhammer Dead Watch. Компания. Они пришли из темноты. Сначала это была лишь точка, затем блики, рассеянные на тысячи ползающих завихрений среди звезд. Если их не сдерживать, то Рандис нападут и сожрут все вокруг. Это человеческие миры, этого не может произойти. Выбрана из всех характерс адептус астартес, мы ангелы смерти, мы кошмар наших врагов, мы тонкое лезвие, которое пронзает сердце, мы Dead Watch. И этот сектор не падет. Хм, нормально, окай. Пролог, самые дальние места. Приходит из... Который, возможно, вскоре... Ну что, погнали. Часть... Одиннадцать из темноты. А почему с одиннадцатой начинается? Или что это такое? А, понял. Часть первая, эпизод первый, типа. Ух, они перемудрили. Из темноты, поехали. Пока мы дышим... Он замудрил, а? The Death Watch, you are here to purge the Xenos threat and secure this extraction zone. Your battle brother will arrive shortly with important intelligence. Твоя очередь. Хм, пошаговый бой, что ли? Чтобы твой мог выразить какое-либо действие, например, нас сперва его выбрать. Для выбора винта щелкните по нему. Отображена опция, выбор, ты можешь перемещать его на другой квадрат. Ну а что, давайте попробуем пострелять. Имеет четыре очка действия. На каждый ход на атаку или перемещение на один квадрат расходится один АП. Некоторым мощным видом оружия необходимо больше АПС для ведения огня. Ну хорошо, окай. А, можешь убить его? Хорош. Неплохо так они сражаются. И что? А, вот еще один. Нормалек. После того, как все члены твоей команды используют свои АП, ты можешь завершить свой ход. Пунита. Так, а как экран двигать? Потому что на стрелках? О, на стрелках. Общение на мышке сделали. Так, не понял. Короче, можно и стрелками, и как-то мышкой подгонять. Не понял. Ну, когда в бок экрана наводишь, мышка не работает. Ладно. Ну что, завершаем ход. Хотя, подождите, давайте сюда продвинемся. Здесь какая-то более открытая местность. Ну, все, все походили. Конец хода. Ход врага. А где враг? К вам приближается ваш... Ага. И еще эти динозаврики. Убейте два оставших всех Ксеноса. Этот спецболир является ассасином. Он может атаковать как в ближнем, так и в дальнем бою. Непосредственно, без этого врага будет атакован в ближнем бою. Ну, так мы и так в ближнем бою. Сейчас попробуем. Короче, один раз по врагу левая кнопка мышки, он на него нацеливается. А второй раз это уже непосредственно атака. Че, промахнулся, что ли? Да ладно. Опа, и он промахнулся. Минус. Не, ну неудобно, конечно, что камеру надо двигать именно стрелками. Чего нельзя было сделать мышкой? Ну, как бы все. Противников я больше не вижу. Конец кудам. Атаки в рукопашную рискованные, но могут оказаться очень эффективными. Ну, это понятно, что враг может контратаковать. Так, держи подачу. Хорош, красавчик. С одного хода его увольнул. Ну, и продвигаемся к остальным мариносам. В принципе, я не думаю, что этот до нас дойдет. Просто подождем. Пусть подойдет поближе. Пропускаем. Бегут. Бегут таракашки. Так, тот, который справа, его ждем. Пусть ближе подходит. Красавец. Обойху работал. А я до него не достаю, да? Ну, можно, в принципе, сделать шаг вперед. И теперь пострелять. Ты только не маш. Часть выстрелов в молоко, но не страшно. Главное, что убил. Ну, и пропускаем ход. Твоя очередь. Окей. А я сюда. Все, что ли? Победа. Проведите всех мариносов в зону. Победа. В этой миссии получают экспи, которые могут потраченные на улучшение. И потеряют все непотраченные экспи из прошлых миссий. Ничего себе. Продолжить. Миссия выполнена. Те вручили награду. Плазмаган. Ух ты ж. Наверное, скорее всего, плазмагана... Ща посмотрим. Спейс Маринос. Добро пожаловать в казарму. Здесь ты можешь посмотреть всех собранных тобой мариносов. Ты можешь подробно рассмотреть свои мариносов, щелкнув на них. Ага. Ну, у них типа надо очки какие-то распределить. Подсказки. Это детальный вид твоего мариноса. Здесь ты можешь применить снаряжение своего мариносу, а также улучшить, переименовать или продать его. Понято, понято. Так, улучшить, говоришь, да? А как тут? Цена повышения 250 XP. Я даже не знаю. Давайте попробуем меткость подтвердить. Уровень 2. Урон. А где там плазмаган-то? Заменить нельзя, да? Надо как-то плазмаган взять. Правда, я не знаю. Может, он кому-то другому достанется? У нас же там ассасин еще есть. Здоров, чувак. Ты не хочешь плазмаган взять? Вот. Плазмаган. Болтер. Снарядить. Хорош. Он, наверное, помощнее. Ну, как, наверное, точно. Урон-то выше. Тоже меткость. Назад. Тут только характеристику можно повысить. В принципе, плазмаган мы уже отдали этому чуваку. Ну что, едем дальше. Твоя очередь. В общем, их надо всячески сдерживать. Из тяжелого орудия, которое принечает огромный урон врагам. Однако, тяжелое орудие требует больше АП. Но не страшно, не страшно. Нормально. Так, это у нас кто? Еще способности какие-то, смотрите. Чтобы выбрать цель. Это огонь на подавление, что ли? Ну, стреляй давай. Или что это такое вообще? Бред. Короче, я даже не понял, что это такое. Ладно. Давайте сперва остальными походим. А, типа он умер. Унита. Эти динозаврики, в принципе, достаточно далеко ходят. Надо к ним поближе будет подойти. Ну ты что в молоко-то настрелял? Вот. Уже другой разговор. Ты достаешь? Нихера себе. А, это как раз вот с плазмоганом. Вот это шикарно. Вот это было классно. Так, что это такое-то? До свидания, С. А, вот он, типа, стреляет с тяжелого орудия и по два очка инициативы требует заход. Ну, врагов я больше не вижу. Давайте чуть вперед сюда. А, вот они. Ну, пусть подходят поближе, как бы. Вот врага. Пусть ходят. Себе на здоровье. Пока вроде легко справляемся. В общем, надо отстреливаться, сдерживать их всячески. Как того, гласит нам квест. Марины смогут быть поставлены в режим поддерживающего огня. На хриле в поддерживании сохраняют оставшиеся АП и используют их во время хода, когда он приближается на достаточно остановивание. А, вон оно что, типа, поддержка огнем какая-то. Ну, типа, вот. Из-за него, я так понимаю, не стреляют. Стоп, 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 стоп. Ты куда там развернулся-то? Своих начнешь палить. А, типа, надо направление выбрать какое. Понял, 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 понял. Вот так вот, типа, он будет поддерживать, да? Вот в этом направлении. Ну, ты не хочешь сюда вот развернуться? Не хочет, походу. Ладно. Но они, в принципе, все далеко. Давайте их поближе подпустим. Не, чувак, стоп, стоп, стоп. Как отменить действие? Понять не могу. Во. Конец хода. Во, Красавелла, сам начал атаку. Сейчас они поближе подойдут, мы спокойно всех расстреляем. Еще и отсюда прут. Дайте мне походить-то. Сейчас мы их быстро расщелкнем. В принципе, мариносы неплохо так справляются. Если они не мажут, то... Одним мариносом можно за один ход... Убить несколько динозавриков. А, все, у тебя закончились ходы. Понято. Все, не могу привыкнуть, что один клик... Это прицеливание, а не стрельба. Ну, неплохо. Неплохо же продамажили. Держи подачу. Еще и до этого достает. Отлично. Типа, путь переграждает, что ли? Ну-ка, пройди вперед. Красавец. Вот и все. То, что доктор прописал. Пропускаем ход. Да их можно просто пачками валить. Реально, мариносы очень сильные. Я одно понять не могу. Какое количество ходов мне сдерживать-то их надо? Они так и будут идти, идти. Используя поддерживающий огонь, он позволит с легкостью отражать атаки при защите локации. Поддерживающий огонь будет... Получает урон для перехода в режим. Да это я помню, помню. Давайте еще раз его включим. Чтобы выбрать цель. А, вон оно что. То есть надо цель выбрать. Кого мы будем типа поддерживать. Ну, тут все далеко. Подпускаем их тогда поближе. Я все равно не понимаю, а чем поддерживающий огонь отличается от того, что если бы мы сами постреляли. По-моему, то же самое получается. И очки инициативы истратил, да? О, какая-то движуха. Перегруппироваться в зоне. Ага, понято. В общем, надо всем сюда дойти. Нет. Очки он не тратит. Смотрите-ка. Перегруппироваться, говоришь. Ну, давай ты сюда. Отстреляем вот этих. Все, закончились. Очки инициативы. Хорош. И отходим. Так, этого суда. Пропускаем ход. И я так понимаю, что как только мы сюда встанем, мы сразу же выиграем. Здесь спокойно можно и убить, по идее. Но у нас, видите, задача другая стоит. По идее, они должны резаться до бесконечности. До тех пор, пока мы не встанем все в зону в эту. Отходим. Вот и все. Победа. Неплохо так экспы заработали. Хорош. Продолжить. Миссия выполнена. О, силовой топор. Здорово. Как раз можно отдать ассасину. И? Долго грузилась. Реально. Я уж думал, упала. Ладно. Спейс Маринс. Что вам прокачать-то такое? Меткость. Крит. Давайте дальше меткость качать. Подтвердить. Не понял. А что, в тот раз у нас не сохранилось, что ли? Или это он несколько уровней получил? А я все в меткость вложу. А то он, видать, несколько уровней получил. Или нет? Назад. Уровень 2. Нет, сохраняется все. Отлично. Просто мы за этот бой, получается, очень много опыта получили. Я все в меткость прям вложу. Это у нас кто? Это ассасин? Да, это ассасин. Заменяем. 82. А, так у нас круче. Ребятушки, у нас покруче будет. Силовой топор. А можно было бы, я не знаю, его как-то продать или разобрать на запчасти, а потом крафтануть какую-нибудь себе пушку? Это уже, это я так. Мысли вслух, что называется. Давайте тут тоже меткость прокачаем. Подтвердить. ХП-шку пока я не вижу смысла качать. До нас, в принципе, враги не доходят. Оружие мы новое не получали, но кроме топора. Он хуже нашего. Поэтому продолжаем. Компания. Точка. Какая-то. Точка не успел. Это я помню это. А, в смысле, мне надо всех туда загнать, что ли? Но эта точка специально показана для того, чтобы туда пригнать Мариносов. Ой, у меня уже их пять. Да это вы можете регулировать. Чем выше ранг Спейс Марин, тем больше его потенциал роста. Не понял вообще, что за ранг. Какой-то потенциал. Так, а где враги-то? Ну, скорее всего, они на следующем ходе нарисуются. Поэтому давайте просто вперед продвигаться. Подумать свои действия перед тем, как вступать в неразведанный бой. Сейчас ты можешь бросить или же разведать свою команду на группу и обойти противника с обоих флангов. Выбор за тобой. Да я как-то даже не знаю. Противника-то не видно. А, вот, динозаврик один есть. Пунита. Но он далеко. Зачем мне что-то обходить? Погнали. Нас пять человек. Мы спокойно всех отхерачим. Или, как я люблю говорить, отпусим. Так, ты идешь сюда. У него какая-то способность есть. Чуть такое. Чувак, что это такое? Вот плохо нету какого-то хелпа. То есть навести там, посмотреть вообще, почитать, что это такое. Так, а ты идешь сюда. Во, нормалек. Пятером-то мы вообще четко справимся. Давайте сюда, враги. Подходите поближе. Ни хера себе. А это уже стрелок. Хм-хм. Все, закончились сладкие деньки, когда на нас бежали вот эти спокойные динозаврики мелкие. Стрелки уже. Стрелки. Так, что с тобой делать-то? Тебя же и не достать, по-моему, да? А вот этот может достать. Минус. Неплохо так чертяга продамажил. То есть, все-таки хпшку есть смысл качать. Пошли уже стрелки. А что дальше будет? Наверное, какие-нибудь боссы с гранатометами, которые будут шмалять по площади. Или еще какие-нибудь твари. Все, спокойно, группа, передвигаемся и захватываем этот генератор. Или что там? Что там надо? Конец хода. Давай, 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 иди сюда. Ой. Ой. А я вообще не заметил. Спрятался в тени. Вот чертяга, а. Ничего, сейчас мы его отхерачим. Получай. И еще раз. Так, теперь этим постреляем. Во, хорош. Слушайте, ну это вообще какая-то подвох, а. То есть, они, получается, могут прятаться за укрытиями, их будет даже не видно. Вот это поворот. Ладненько. Сейчас что-нибудь придумаем. Красавчик. Нифига он напихал ему. Но это именно тяжелый Маринос. Который там с пулеметом или с чем он там. Так, ты идешь сюда. Надо в атаку вот этого плазменного посылать. У него, в принципе, пушка хорошая. А он у нас постоянно тусит где-то, не пойми где. Что это такое? Получено плюс 20 вероятности отражения атаки будет получено 80% урона. Не пойми что. Ну да ладно. Конец хода. А враги-то где? Они, скорее всего, опять где-то приныкались. Только погнали сюда. Посмотрим. Как чувствую, что приныкались, а. Опа. А вот и противник. Но проблема в том, что... Блин, я же, получается, путь загородил. Это плохо. Ладно, куснет нас один разочек. Ничего страшного. Ну и как бы все, ребята. Пропускаем ход. Нихера себе он кусает. Жестко. Твоя очередь. Атака. Еще раз. Давай этого тоже. Малорик. Этого хп побольше, надо его вперед. Стоп. Красавчик, еще этого. Не добил. Ммм, плохо. 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 Он пойдет кусаться. И отойти им нельзя. Зато можно сделать вот так вот. У него как раз остается одно очко. Инициативы. И добиваем. Ага. Так, ты сюда. Тут уже тактика появилась. Реально тактика. То есть просто наобум ломиться уже опасно для здоровья. Передвижение врага. Фишка в том, что этого врага даже не видно, где он там ходит. Так, тут вроде чисто. Ага. Вот это поворот. До свиданец. Подкрадывался тут в тени к нам. Не тут-то было. Так, этого сюда. Ну мы в принципе сейчас всех загоним на эти контрольные точки. Может даже сразу и победа будет. А ты сюда. Вот и все. Не все так просто. Теперь отражаю атаки. Да как-нибудь справимся. Обеспечить перекрытие. Да. Ну что, конец хода, да? Противников-то нет. Тут по-любому будут динозавры-стрелки. Он очень далеко, я так понимаю, да? Так, выбрать цель. Ага. Значит, ты тут прикрываешь. Ты тоже тут. Выбрал? Выбрал. Так, а ты, значит, прикрываешь это место. Во, малорик. А справа противников нет. Понято. Ну что, пропускаем ход. Ага, получил. По щам. Еще один. Красавчик. Неплохо он их так отстреливает. Чуть-чуть ему не хватило, чтобы дойти до меня. Мимо. Мимо. А вот сейчас попал. А вот и справа враги появились. Сейчас надо прикрытие на правый фланг сделать. Твоя очередь. Да я в курсе. Так. Вот неудобно, конечно, когда ты двигаешь стрелками. Что такое? Ага, прикрыл. Когда ты двигаешь стрелками, мышкой нельзя двигать. Иначе у тебя экран вообще будет сбиваться. Конечно, перемудрили они немножко с этим. Херовое прикрытие. Это только две клетки. Так, тут, значит, тогда добиваем. Ага. Нажмите, чтобы выбрать цель. Держи. Этот прикрывает... А, хотя он ничего не прикрывает. Давайте левый фланг тоже прикроем. По главному направлению вроде никого нету. Ага. Ну, все вроде. Пропускаем ход. Хераси он выносит вообще четко. Куснет. Нет, не куснет. Одной клетки не хватило хода, чтобы меня куснуть. Ну, я-то его добью. Наш ход. Хорош. До свидания, С. Ну, вроде все. А, так можно не обязательно на врагов. Можно просто тыкнуть на зону прикрытия. Пунита. Давай прикрывай здесь. Ты прикрываешь тут. Ну, херово, конечно, прикрывает. Но что поделаешь. А ты тут. Все вроде. Ты тоже прикрываешь. Нет, еще не прикрываешь. Во. А теперь пропускаем ход. Полезная эта вещь. Очень полезная на самом деле. Прикрытие. То есть, если они не встают в зону, где мы прикрываем, то с каждым их ходом мы стреляем. Тю, так один, что ли, только остался. Мне только одно непонятно. Это на каждом... А, на каждом ходе приходится тыкать прикрытие. Плохо. Что это такое? Ну-ка. Ух, ни хера себе. Понял. Полезная вещь. Так, стоп. Конец хода. Блин, тебе что, очки инициативы нужны, да, для прикрытия? Походу на то. Ну, ладно, хотя бы посмотрел, что это такое. Плохо. Сейчас по правому флангу дойдут до нас. Так. Прикрываю этот сектор. Ну и пропускаем. Мне одно интересно, мне отсюда-то отходить можно или нет? Потому что у меня вот этот вообще бездействует практически. Там только две клетки прикрывают. Ну, пыри дошли. Хорош. Твоя очередь. Так, тут все просто. Добиваем этого. Встаем в режим прикрытия. Тут тоже, в принципе, прикрытия. Тут прикрытия. Плохо, конечно, что надо так постоянно натыкивать в начале каждого хода. Хотя мы же тратим очко, инициативы на это. Откуда игра знает, будем мы прикрывать в этом ходу или не будем прикрывать. Победа. Без потерь обошлось. Отлично. Продолжить. Ну-ка. Болт-пистол. Так у нас же, по-моему, есть болт-пистол. Или, может, это какой-то крутой? Количество залпов в три. Не знаю, надо посмотреть. Продолжить.